Hello everybody! Hi, my students! Hello, friends! Сегодня мы рассмотрим... А это мне некогда! Мне некогда! Так, сегодня мы вот, она вот смотрит всю эту муть, трибуху-то по телевизору. И вот, меня это надоело, я хочу с вами поделиться. Какие-то тут вот, месяц уже передает одно и то же, там же Гарханян, потом эта самая девушка его, как говорится, последняя разводится, и вот уже месяц, это Катавасий крутится, крутится. Ну и мне наконец просто интерес взял, что как... Опять я обращаюсь к Пифагору, к нашему дорогому. Ну как же вот они выбирают друг друга. И вот сейчас у нас молодежь скоро, как говорится, святки, а нам не быть уже вдвоем, да? Как в песне-то споется, мама-мама скоро святки, а нам не быть уже вдвоем. Вот. Ну это старинная песня, вряд ли вы его знаете. Но не важно, и в этом суть. Важно паросочетание, как оно вот, паросочетание создаются. Жених-невеста, невеста-жених. Как они должны друг друга найти, чтобы семья-то была крепкой. Вот как нам, президент, какую сейчас вот сегодня поставил задачу? Что там плодится размножаться по Старому Завету, правильно? Поддерживает он семью, там денежку подкидывает, соответственно, по возможностям своим. Для молодых семей при рождении первого, там ребенка второго, третьего и так далее. И вообще поддержка семьи идет. Программа на этой программе, значит, сейчас предвыборная компания, она как на дрожжах будет расти. Ну, морковки, рубли, там материнский капитал, это уже было, да, теперь вообще за первого ребенка там 10 тысяч дают. Ну, короче говоря, то что меня возмутило, то что вот это все по телевизору обсасывают, и надо к Пифагору обратиться. Почему они там так спорят-то, вот они жили-жили 15 лет, потом женились в 16-м году, а в 17-м, в феврале 16-го они только женились, то вот как раз у нас святки-то все эти, пасты кончились, и женились. А в 17-м сейчас они уже развелись, и квартиры там делят, и все такое прочее. Жагархайнян известный там, артист, лицедей известный. Ну, и пианистка тоже у нее, там, административный талант большой. Тоже сейчас она на дрожжах, света ее вывели, благодаря вот этому, этой передаче дурацкой. Так вот, о чем говорит-то Пифагор насчет этого, почему у них-то не зашлось? Ну, надо биографию немножко-то просто по этапам посмотреть, а тут Жагархайняна-то. Первая жена у него была старше его. В армянском театре она работала, видимо, он специально на ней женился, старше ее. Но она его поднатаскала в актерском мастерстве. И это ему пригодилось в дальнейшем. Но жена померла, у нее было заболевание хория. Ну, хория это, посмотрите в энцелопедии, я сам долго не знаю, что это такое. Но это заболевание часто приводит к преждевременной смерти. Вот она преждевременно скончалась, но у них была дочь. А это, оказывается, хорията, она передается по женской линии. Так же, как вот мы смотрим, вот этот рептикаркомплекс-то этот, да? И вот, значит, дочка тоже была, заразилась. И в гараже там она со своим другом задохнулась в машине, в гараже. Дальше у него была вторая жена. У детей не было второй жены, но он ей построил дом в Америке. Ездил туда часто, встречали они там приемный сын у него там был от нее, от этой Власовой. И, значит, ездили очень часто, ездил в Америку. А тут вот к нему пристала эта 16-летняя, она 16 лет его возлюбила-то по фильмам. Романовская, Цымбалюк. И, значит, в 21 год она все-таки проникла, вот пробивная она, как вот эта самая у нас принцесса Диана, тоже добивалась, как она, Чарли, в принципе, этого. Крепко добивалась, вплоть до колдовства, там кругом портретами обвешивала себе, над кроватью вешала. И в конце концов добилась, ну, чем это вот кончилось, тоже известно. Мы об этом смотрели. Пиржа Гарханян, сам-то он по себе не рептилоид, нет, но родился он вот в 35-м году. А 35-й год какой был? Год свиньи. А наши дорогие-то умные китайцы, они что говорят? Кто родился в госсвиньи, значит, с семьей всегда будет неурядица. Ну, что же, совпало? Совпало. Так же и в этом самого, говорит этот его портрет Пифагорфон, о чем говорит. Вот Армен Борисович, Армен Борисович, 3-го, 10-го, 35-го года. Вот что у него там. Ну, лояльный человек, очень обходительный, 3 единицы. Две двойки, мы бы так в медики идти, а он, видите, в лицедии подался. Лёгкий путь начал искать. И у него аналитический, он, две тройки, и пятёрка есть, ну, всё для медика. И для учёного было, всё у него было. Но, видите, дорожка привела его не туда, куда надо, в лицедии. И вот тройка у него по семье, то есть он очень долго это выбирает семью, да оптимизирует, как ему выгоднее. Восьмёрки нет, вот у него единственный недостаток. То есть он не очень такой человек. Ну, и так как вот все родившиеся в год свиньи, он немножко бывает, ну, грубоватый такой. Хомоватый. Хотя у него, видите, батрится с прекрасной духовностью, у него как у Папы Римского. И везение есть всё у него. Целей много ставит, он много достигает, много теряет. Привычки не так много, четыре. Ну, с землёй-то да, вот ему, ну, он физкультурой там занимается всё время. Поэтому дожил вот до стольких лет и ещё имеет молодую жену, которой, ну, сколько там, немножко ей лет-то. Она с, ну, посмотрим, с 78-го года она, что ей там 50 лет. Или сколько там, с 78-го года, 40 с чем-то лет. Живут они уже давно, и 21 год исполнился, их познакомили. Вот, смотрите, сумма у него 12, ну, невысокая сумма. Но зато он, видите, он конструктор, не деструктор. Он дома строит, там жён поселяет, всё там порядок. У него порядок, квартир полно набрал, вот, наполучал, ничего не пропил. Как многие артисты, да? Вот, в этом отношении порядочный, да? Вот. Что надо отметить, что это китайцы, вот, год свиньи. Ну, это не значит, что человек свинья. Мы об этом говорили. Это просто так у китайцев, вот, по животным года расположено. Что ему там, вообще-то, у него, с кем бы он там не связался, у него всё будет наперекосяк по этому, потому что такой год. И плюс вот эта тройка, он очень долго выбирает оптимальный этот вариант, который ему не подходит. И вот она, значит, он свинья, она, значит, Виталий, кто она у нас? Конь. Она конь. Только без яиц, да? Вот, конь Виталина Викторовна Цымбалёк, 78-го года рождения. Видите, уже здесь сердцвязка есть. Очень харизматичная она, прям обаятельная, её все сейчас полюбили. Всё время её, этот, Малахольный, он её рекламирует, этот, по телевизору, Малахольный стал. Целый месяц он с ней занимается, уже задолбал всю публику. Вот она эгоистка скрытая, да? И три двойки у неё, харизма большая, но нету здоровья, здоровье небольшое. У неё и со зрением неважно, она думает, что этот же Гарханян-то молодой, ну, упор, наверное, не видит. Что дальше у неё? Ну, по сексу, видите, она такая спокойная, ей всё равно есть, нету. Ну, вот эти две, вот эти восьмёрки. Отзывший человек, на просьбы все откликается, очень заботливая. Ну, она проявила себя очень с хорошей стороны-то. Но только единственное, что вот эти две восьмёрки говорят о влиянии непорядочных людей. И идёт под управлением, под влиянием непорядочных людей. Пятёрка у неё, требования к семье большие. Вот она задалась целью, вот именно же Гарханян ей нужен, потому что он богатый. Потому что у неё, видишь, по деньгам-то единица всего. Вот ей нужен этот... Логики, конечно, никакой ошибок много совершает. Вот же Гарханян, это одна из её крупных такая... С одной стороны, удача, а с другой стороны, это и крупная ошибка. Потому что все её планы рухнули. Она, значит, жёлтая земляная лошадь по китайцам. Но это честный человек, тоже неплохой человек-то, понимаете? Вот. Эгоистка, правда. И вот если там на её пути кто-то там появится, в театре всё такое прочее, она будет топтать, топтать. И отзывы вот эти артисты говорят, даже один сказал, что я бы, говорит, скорпионов кучу набрал, и ей бы засунул запаску этих скорпионов. До того она меня достала. И по каждому поводу она бегала жаловаться Гарханяну на них, на этих, кто чего не по её сделает. И без угрызения совести она это будет делать, все эти вещи, если ей там-то помешать. Так же она и с Гарханяном потом начала поступать. Это когда, чтобы только ей штамп, паспорт получить, но тут прошло буквально меньше двух лет, она вот это всё прибирала к рукам и добилась того, что ей надо. И всё. А дальше она начала его топтать, потому что он начал становиться у неё на пути. Это свойство лошади. Она садика себя скидывает. Значит, но с другой стороны, как семьянина она очень замечательная. Если бы конфликта не было, то есть вот этого конфликта принципиального, свинья и лошадь, они даже оба хорошие, но они не совпадают друг с другом. Надо правильно выбирать пар сочетания. Ну и тут её вот это вот неразборчивость. Так бы ей был с козлом, конечно, удача у неё была бы лучше. Ну, в крайнем случае с тигром или с собакой. Это по китайскому календарю. Это было бы... Ну, она вот выбрала, вот именно надо было знаменитого. Ну, по схеме, как вот Диана, принцесса, она обложила его со всех сторон. И через знакомый с ним связала, сама ему записку написала. Так же, как вот и в Библии это написано. В последние времена женщины сами будут хвататься за мужчин. Выбирать себе богатеньких, и их прямо эта инициатива будет в их руках лежать. У кого кошелёк толстый, к тому больше, как пчёлки на мёд, будут слетаться. Ну, что мы видим по всем олигархам. Вот этот Абрамонич, он сколько, пятый или раз уже. И все другие там рыболовливы, там рыбку его... Их как рыбку женщины сами ловят. Вот. Ну что, любит всё ярко. И она любит как раз эти передачи. Эта хлеба не кормя, она сидит, цветёт, её там поливает по-всякому. Она вот так, как ангелочек такой, сидит, и ей хоть в глаза, как говорится, всё божья роса. Вот, не совпадет. А у неё сигма, кстати, тоже 12, но у неё разрушительный характер. Видите, дельта минус единица. Топтательство это сыграло тут роль. Вот, то есть она деструктор. Она разрушила то, что создавал годами, десятилетиями этот Армен Борисович, трудолюбивый. Вот такая судьба. А что сделаешь-то? Ничего не сделаешь, правильно? Тут уже всё, уже сочетание невозможно. Плюс к тому, там если бы, допустим, ребёнок появился, там ещё было бы что-то такое соединительное. А тут она рассчитывала, но у неё ничего не получилось. Вот таким образом. То есть здесь именно вот ещё вот этих у рептилоидов, которым она, в принципе, у неё где-то есть в родне, видите, эр-связка. Вот. И деструктор. Но она не является мизантропом. Она, наоборот, очень отзывший и честный человек. Много на неё тут и наговаривали, видимо, там по телевизору или что, я это не слушал, но, видимо, так. Таким образом, это два человека совершенно несовместимые. Но сколько им там внимания уделяют, это, как говорится, кто этим занимается, я не знаю, политикой. Отвлечь вот по телевизорам этими вот этими проблемами ничтожными, которые касаются только вот двух человек, отвлечь всю общественность перед выборами, значит, переключить их от проблем там с этими сценами, ЖКХ, вот эти вот. Долбят на ЗВКХ и так далее. И старый жилищный фонд, везде трубы лопаются, всё такое. Ну, и от этого надо отвлечь, вот этими проблемами занять. Что надо сказать? Мы этот вопрос разрешаем, в принципе, да? Можем разрешить. Сейчас у нас молодёжь, а у нас врачующихся много. Пожалуйста, как говорится, обращайтесь, вот вам мы скажем, подходит, вот, пожалуйста, вот на почту обратитесь, на Рамблер почту. Вот такую почту обратитесь и вам сразу скажем, вот стоит вам с этим человеком дальше поддерживать отношения или нет. Вот, и почему объясним, мы всё подробно объясним. То есть, приглашаем вас для этого диалога. Всего доброго, здоровья вам, успехов. И найти себе правильную пару, тем самым с честью выполнить заветы Владимира Владимировича Путина об укреплении семьи и размножении человеческого капитала. Вот так, потому что у нас чистость населения катастрофически уменьшается, поэтому отчаянные меры, они будут приняты по укреплению семьи. И мы это тоже поддерживаем, Владимир Владимирович, и своими вот такими скромными силами, ну, может быть, какую-то семью, даже если мы одну семью с вами укрепим, конечно, для этого нужно к нам обратиться. Вот, обращайтесь и своим знакомым всем рекомендуйте, всё, мы вам это дело обеспечим, укрепление такой семьи. И будет у нас здоровая семья и ячейка общества. Всего доброго, до новых встреч.